Глава одиннадцатая. Интуитивное исцеление. Процессы самоисцеления уже идут. Дорогие, примите приветствие Краина. Я сегодня хочу рассказать о том удивительном, что вас ждёт. О том удивительном, что уже происходит с некоторыми из вас. Я знаю, некоторые из вас сейчас замечают, что перестали стареть, ну или почти перестали. Некоторые из вас удивлены тем, что у них без следа исчезли признаки старых болезней. Вы пережили и продолжаете переживать переходный период, когда ваша биология обновляется, перестраивается в соответствии с теми новыми энергиями, которые входят в ваше тело. С этим могут быть связаны разные недомогания, так идёт процесс балансировки. Но даже чувствуя себя не лучшим образом, вы можете быть удивлены тем, что врачи не находят у вас ничего серьёзного. Плохое самочувствие не всегда говорит о серьёзных болезнях. Очень часто оно говорит о том, что начались процессы исцеления. Они идут через перебалансировку. Вы были сбалансированы в болезнях, теперь вам нужно сбалансироваться в здоровом состоянии. И с этим могут быть связаны разные колебания в самочувствии, а также обострение некоторых симптомов. Но это всё проходит и выясняется, что по большому счёту вам не о чем беспокоиться. Что происходит, как вы думаете? Новые энергии приходят на Землю. Новые энергии – это божественные энергии, и это энергии исцеления. Вы принимаете эти энергии в своё тело, в свою клеточную структуру, и тело начинает исцеляться. Не просто так, не само по себе. Оно исцеляется, если вы в самом деле этого хотите. Тогда ваш дух начинает давать телу команды на исцеление, и оно слушается. Клетки начинают менять своё функционирование, постепенно весь организм втягивается в исцеляющий процесс. Но не думайте, что это делает за вас кто-то другой. Это делаете вы сами на интуитивном уровне. Вот что происходит. В каждом из вас просыпается интуитивный целитель. Вы уже начинаете исцелять себя, хотя часто этого не осознаёте. Вскоре вы уже будете вполне осознанно самоисцеляться, и не только самоисцеляться, но исцелять других, вернее помогать им в самоисцелении. Потому что дар самоисцеления дан каждому человеку. Очень долгое время у большинства людей он был в спящем состоянии. Очень долго целителями, знахарями, шаманами могли быть только какие-то особенные люди. Их были единицы. Вы почитали их или боялись их, и никогда не думали, что вы сами такие же особенные. Что вы можете исцелять не хуже, чем они. Конечно, в старых энергиях нужны были особые силы и особые ритуалы, чтобы овладеть целительским мастерством. В старых энергиях очень трудно было включить в себе целительский канал, дающий доступ к исцеляющим божественным энергиям. Для этого нужна была особая самодисциплина, сила воли, и гигантский внутренний запас сил. Вот почему таких людей были единицы, и их мастерство всегда было окутано тайнами. Вы, может быть, знаете, что им необходимо было для работы особое место и особое время, что они не начинали работу без особой подготовки в виде разного рода ритуалов. Что в процессе исцеления тоже применялись ритуалы, которые помогали удерживать энергию, сохранять ее чистоту и силу, а также защищать целителя и исцеляемого. Все это было необходимо, когда на земле было слишком много тьмы, а люди были защищены от ее влияния гораздо меньше, чем сейчас. Все изменилось, дорогие. Сейчас вам достаточно быть в контакте с духом вашим божественным Я. Вам достаточно нести в себе свет, и никакие ритуалы, никакая особая подготовка уже не нужны. Потому что тьма пугается самого вашего присутствия, она уходит без сопротивления, стоит вам только появиться. Исцеляющая энергия внутри вас. Тьма уйдет из вашего тела, дорогие, если вы не оставите ей ни одного шанса для продолжения своего существования. Болезни – это низкая энергия, это темная энергия. Откуда уходит свет, туда приходит тьма. Когда вы жили во тьме, когда свету было трудно войти в ваше тело, этим пользовались болезни. Теперь, когда вы способны открыть в себе канал, по которому свет придет в ваши клетки, тьме придется уйти. Ей просто ничего другого не останется. Ведь тьма не может существовать там, где появляется свет. Божественный свет, вы знаете, это не только энергия, а еще информация. Когда вы позволяете божественному свету наполнить ваши клетки, вместе со светом в них входят и своего рода инструкции о том, как прийти к сбалансированности, как прийти к норме. Клетки получают программу устранения болезни и начинают действовать в соответствии с этой программой. Они устраняют болезнь, и это происходит даже без вашего ведома. Таковы чудеса нового времени, вернее то, что покажется кому-то чудесами, а на самом деле это реальность, ваша новая реальность. Привыкайте. Новая энергия продолжает пребывать и набирать силу, и уже совсем скоро каждый из вас может управлять процессом исцеления. Потому что вы начинаете чувствовать, как энергия лечит вас. До сих пор вы не чувствовали, что происходит в ваших клетках, вы не чувствовали процессов исцеления. Если болезнь ушла, вы замечали это, но не замечали, как именно это произошло, и что происходило при этом в вашем теле. Даже если вы ходили к целителям, вы не понимали, что они делают, не чувствовали, как работают энергии, и вам приходилось лишь слепо верить им. Теперь вы обретаете способность чувствовать работу энергии в вашем теле, в ваших клетках, это значит вы сможете осознанно исцелять себя сами. Вы сможете направлять энергию в проблемные зоны вашего тела, и следить, как она там работает, и ощущать эту работу, направленную на ваше выздоровление. И вы заметите, что результаты становятся все лучше и лучше. Вы будете знать о результатах сразу же, вы сразу же будете понимать, что болезнь ушла, даже если ее симптомы еще на какое-то время задержатся. Вам не обязательно знать о диагнозах. Вы можете чувствовать энергетику своего тела и определять, где есть дисбаланс. Ваше шестое чувство, чувство энергии, распространяется и на ваш организм. Благодаря этому, вы можете обнаруживать диссонансные области задолго до того, как в них начнет развиваться заболевание. Потому что перемены на уровне энергетики начинаются раньше, чем изменения на физическом уровне. Обнаружив диссонанс, вы можете его исправить, просто направив в нужную область Божественный Свет и дав своим клеткам инструкции восстановить там баланс. А если болезнь уже проявилась? Высокие вибрации Божественного Света не оставят ей никаких шансов. Ее низкие энергии будут нейтрализованы, трансформированы или просто уйдут. Ваши клетки подчиняются инструкциям. Знаете ли вы, что ваши клетки в самом деле подчиняются инструкциям? Так было всегда. И если в теле появились болезни, это означает лишь, что клетки получали инструкции заболеть. Как это могло происходить? Это происходило без вашего ведома. Инструкции ведь могут приходить откуда угодно. И если вы не просеиваете их сквозь сито вашего духа, они начинают работать. Ведь ваши клетки очень чутки, они слушают все, что им говорят, они принимают информацию отовсюду. И если по телевизору говорят, что люди стареют и болеют, и вы принимаете это близко к сердцу, для ваших клеток это команда. Болеть и стареть. Знаете, почему так происходит? Потому что вы не взяли на себя руководящую роль по отношению к вашим клеткам, к вашим органам, к вашему телу. Вы позволяете руководить кому угодно, в том числе и голосам в телевизоре. Но иногда руководит и та темная сторона, которая есть у каждого из вас. Вы знаете, что вы живете в дуальном мире, и темная сторона проявления дуальности. Ее нет, когда вы пребываете в божественном доме, она существует только в трехмерном мире, и она нужна вам для получения опыта, прохождения уроков и закалки вашей энергии. Но вы забываете, что вы это дух, а темная сторона лишь временный ваш атрибут. И когда вы предаетесь печальным мыслям о том, что старости болезни неминуемы, вы отдаете себя во власть темной стороны. Эта темная сторона нашептывает вам, что старости болезни неминуемы. Она нашептывает это также и вашим клеткам. Ваши клетки слышат это и воспринимают это как команду, и тут же по всему организму они передают приказ выполнить. Дорогие, ваши клетки очень послушны, но они не разбирают, откуда исходит приказ. Любой приказ они воспринимают как исходящий от хозяина. Хозяин это вы. Но кому вы позволяете хозяйничать собой? Подумайте об этом. Вы можете отдать руководящую роль духу вашему божественному я. Вы можете отдавать приказы вашим клеткам от имени духа, то есть фактически от имени бога. Вы понимаете, что это будут совершенно иные приказы, нежели те, которые отдает темная сторона. Какие приказы вы можете отдавать от имени бога? Дорогие клетки, вы здоровы, вы прекрасны, вы наполнены целительной энергией, вы сбалансированы. Скажите им так, но только вы должны это делать с абсолютной уверенностью. Уверенностью в том, что вы в самом деле можете управлять своими клетками, что вы являетесь их хозяином и имеете право отдавать команды. Поговорите с клетками. Скажите им, что теперь вы будете управлять. Скажите им, что они здоровы, что болезни уходят. Направьте им свет и любовь бога. Вы моментально почувствуете изменения. Вы моментально почувствуете себя лучше. Пройдут боли и недомогания. Если у вас не получается это сейчас, получится в ближайшем будущем. Поверьте, в будущем болезни у вас просто не будет. Потому что все больше и больше людей научатся управлять своими клетками и исцеляться божественной энергией. И ваша наука вынуждена будет признать это. Жить долго и не стареть? Да. А знаете, что еще произойдет в ближайшем будущем? Вам не нужно будет учиться целительству. Вам даже не нужно будет думать, что и как делать. Вы просто будете знать это. Каждый из вас интуитивный целитель. Внутри вас заложен огромный потенциал и мощные энергетические ресурсы. Но самое главное, внутри вас есть знание. Это божественное знание, замешанное на любви. Знание о том, как принести свет и прогнать тьму. Знание о том, как устранить болезни и вернуть здоровье. Знание о том, как продлить молодость и жить долго. Вы можете жить очень долго, дорогие, практически не старея при этом. Заметьте, когда вы занимаетесь любимым делом, от которого душа поет, вы не стареете. Когда вы занимаетесь творчеством, вы не стареете, потому что находитесь в потоке божественной энергии, в котором время останавливается. Не случайно вы не замечаете времени, занимаясь любимым делом. Время в самом деле исчезает, потому что вы оказываетесь в другом измерении, в измерении духа, где времени существует, где есть только вечное сейчас, где обитает вечно молодой дух, где никто не стареет. Творчество целительно, как и любые другие виды деятельности, когда вы в контакте с духом. Целительно само пребывание в божественных энергиях. Ваше призвание на земле – быть духом и человеком одновременно. Да, вы можете одновременно быть в нескольких местах – и в материальном мире, и в божественном доме. Вы можете постоянно пребывать в божественном доме, находясь на земле, и это вовсе не будет означать, что вы витаете в облаках. Напротив, ваша жизнь в земном мире станет осознанной и продуктивной, как никогда. И тогда вы будете исцеляться, чем бы ни занимались. Процессы исцеления пойдут автоматически. Новые энергии облегчают ваш труд во всех областях. Вы просто становитесь новыми людьми и обретаете новые способности. Скоро это станет очевидным для вас. Приготовьтесь к чудесам. Ваше будущее прекрасно. Да будет так. С любовью, Крайен.